Зонди Инсайд Все эти данные помогут астрономам понять, что скрывается под кожей нашего ближайшего соседа по Солнечной системе. Инсайд передает информацию на Землю с помощью орбитальных зондов МРО и Одиссей. Это основная линия связи. Иногда инженерам приходится ждать, когда тот или другой аппарат окажется в нужной точке орбиты. Сопровождающий зонд в пути Купсат и Марко, оставшиеся на орбите, играют роль резервного провода. Переданный любым из этих орбитальных ретрансляторов сигнал достигает Земли примерно за 8 минут. Поэтому о происходящем на Марсе инженеры и все неравнодушные, смотревшие трансляцию, узнавали с запозданием. Как же проходила посадка зонда Инсайд? Давайте вспомним. 26 ноября. 22.40. Отстыковка спускаемого модуля. 22.41. Поворот аппарата. Этот этап был нужен для того, чтобы зонд вошел в атмосферу планеты в правильном положении. 22.47. Вход в атмосферу на скорости 19 800 км в час. 22.49. Тепловой экран аппарата из-за трения об атмосферу достиг максимальной температуры в 1500 градусов по Цельсию. Связь с аппаратом временно потеряна. Это не стало неожиданностью, ведь облака плазмы вокруг аппарата не пропускают радиоволны. 22.51. Связь восстановлена. Раскрытие парашюта. Развертывание трех опор посадочного устройства. 22.52. Включение радара, измеряющего высоту над поверхностью Марса. Отделение теплового экрана. 22.53. Отстрел парашюта. Включение посадочных двигателей. Поворот в положение, нужное для посадки. Начало замедления аппарата с 27 до 8 км в час. 22.54. Касание грунта. Первый снимок аппарата на поверхности Марса. 4 часа 35 минут. Зонд Инсайт развернул свои солнечные батареи, необходимые ему для питания. Чуть позже Зонд Инсайт делает второй снимок. Здесь царит тихая красота. С нетерпением ждем дальнейших новостей. О них вы обязательно узнаете в нашей группе ВКонтакте, а также на канале Телеграм. Ссылки в описании. И, конечно, наше поздравление команде Инсайт. Вы большие молодцы! Субтитры создавал DimaTorzok